Если у нас линза дислоцирована и повышено внутриглазное давление. Какая линза? Да любая. Имеет дислокация, смещена к низу, давление на максимальном режиме выше нормы. Вот за счет чего все-таки повышается в этом случае внутриглазное давление? Тоже будет несколько причин. Раздражение целлярного тела, гиперпродукция. Или это изменение угла корня. Она же дислоцирована. Почему она же там оторвала связки? Почему при травме, при отрыве корня радужки одно из осложнений может быть гипотония, может быть гипертензия? Нарушается циркуляция внутриглазной жидкости. А вторая причина это то, что там может быть грыжа стеклоидного тела. Она же не просто так оторвалась. Что-то там еще случилось. И зрачок закрывается стеклоидной грыжей стеклоидного тела в каких-то положениях. Человек вот так вот пришел к вам, на щелевой лампе сидит. Она там вот так болтается нормально. Все хорошо. Он домой пришел, лег, линза в зрачок встала, у него давление 30. Причем у таких пациентов очень часто бывают эпизодические подъемы внутриглазного давления. После каких-то зрительных нагрузок, после работе в положении вниз лицом, тогда бывают подъемы. Иногда бывает нормальное состояние с внутриглазным давлением. Моя тактика это если выраженный подъем внутриглазного давления, то предварительно антиглаукомную операцию. Часто если идти только на подшивание, это заканчивается тем, что остается высокое внутриглазное давление. Несмотря на то, что мы вроде как причину убираем и приходится так или иначе или на слишком большом медикаментозном режиме оставлять пациента или вторым этапом антиглаукомное вмешательство делать. Вот это вопрос, а почему мы подшиваем, а давление все равно не снижается? Если, казалось бы, действительно раздражение уходит. Ну возможно еще и какие-то другие причины играют роль. Действительно часто бывает. Хотя возможны случаи, когда и проходит это. Ну опять-таки зависит еще от вида подшивания, как вы подшиваете, там за плоскую часть, за радужку. Тут уже другие причины могут вести к подъему внутриглазного давления, поэтому лучше идти на операцию на нормальном давлении. Ну а зачем тогда вы начинаете с антиглукоматозного компонента, если можно подшить и посмотреть, а вдруг снизится, не надо будет делать антиглукоматозный компонент? Вероятность того, что снизится, все-таки не столь высока. И как только произойдет герметизация и восстановление объема передней камеры, опять давление будет высоко. Мало того, оно может еще выше быть, чем было до операции, поскольку присутствует еще дополнительная послеоперационная травма. Я думаю, что может быть еще и какие-то другие механизмы ведут к подъему внутриглазного давления. Не только вот чисто механическое такое раздражение. Наверное, смещение хрусталиковой диафрагмы ведет тоже к подъему. В какой-то степени закрытие угла передней камеры может присутствовать. может хронические какие-то воспалительные процессы. И не факт, что они уйдут после подшивания или быстро уйдут. Поэтому потом оперировать на высоком внутриглазном давлении, подшивание делать, это тоже риски определенные. Да, вы можете там медикаментозно снизить на время операции, но я повторю, это риски высоки. А играет ли здесь какую-то роль, что она касается радужки, выбивается пигмент и получается... Ну, это тоже тоже является ролью, это уже пигментная глупома. Да? Она так быстро тоже не развивается. То есть это вот долго находящаяся в таком положении линза в конце концов может привести уже к пигментной форме глупома, потому что пигмент, да, выбивается. Нет, пигментная глупома – это отдельная конструкция, отдельная логическая форма, которая, как правило, ну, чаще всего мужчины, чаще всего голубые радужки, чаще всего профиль, чаще всего миопы. Это пигментная глупома. Все остальное – это пигментация, ну, она имеет значение, но, по большому счету, не она является причиной повышения внутриглазного давления. Это как один из механизмов, но не основной. Там все же внизу локализуется. А при пигментной глупоме там все, все. Вы же знаете, пигментная глупома, да, профиль меняется, поэтому, собственно, вытирается, как правило, глубокая камера, вытирается за счет движения по передней поверхности хрусталика пигментные, пигменты из пигментного листочка, все это забивается. Кстати говоря, долгое время считалось, что вот и приведение иридектомии базальной дает достаточно хороший эффект. Но вот в последнее время, да, это не отрицается, но, в общем, не считается панацеей. Поэтому комбинация иридектомии, а потом тробекулопластики, чтобы снять этот пигмент – это вот такая современная тенденция. Вот вы в своей практике делаете гуниоскопию, чтобы посмотреть, вот забит угол пигмента или не забит? Ну, честно говоря, нет. Потому что принципиального значения, из-за чего развилась глаукома, в данном случае не имеет значения. Нет, секундочку. Если забилось пигментом, значит, пигментная глаукома… Мне кажется, это логично посмотреть на угол. Если он забит, значит, можно делать одномоментно или перед антиглаукоматозный компонент. А если не забит, тогда можно подшить и посмотреть, может быть, это успокоится, если… Не всегда картина угла свидетельствует о стадии глаукомы. Там, может быть, не пигментом, а псевдоэксфолиативные какие-то элементы закрывать. Может быть, вообще это на уровне не торбекулярного аппарата, а уже склеры идет ретенция антроглазной жидкости. Поэтому, с моей точки зрения, это принципиального значения не имеет. Какая у вас тактика будет? Вы сначала подошьете, потом будете следить за давлением, либо одномоментно будете… Ну нет, но если вообще нет никаких… То есть это давление, глаукома нет. То есть там нет никаких изменений ни в диске, ни в полях. То есть перед этим не было никаких подозрений на глаукому. Туда можно подшить и посмотреть дальше, реализовалось ли, давление снизилось или нет. А если есть какие-то сомнения, ну, одновременно с тем, что ты подшиваешь, ну, сделай еще что-нибудь. А еще что-нибудь вы сделаете? Не проникающую мы делаем. Глубокую склероктомию. Мы последние вот три года активно применяем методику микроэперсноцикловодкоагуляции. Могу сказать, что она процентов на 25-30 в этих случаях тоже снижает антроглазное давление за счет, как правило, лечения высококлерального тока. Но, к сожалению, ненадолго. То есть на месяц это невозможно. В таких случаях там другой механизм повышения давления. Но сделать МЦФК и потом через, там, две недели провести либо замену, либо подшивание линзы. Сейчас это стало для нас палочкой-выручалочкой. Потому что это не проникающая хирургия. Хорошая операция. Достаточно легко переносить имя пациентов. Но вы при этом говорите, что эффект недолго тяжелся. Но так нам две недели и достаточно. Вы, когда меняете линзу или подшиваете, вы устраняете основную причину повышения давления при этом. Одну из основных причин. Глаз сам по себе может быть глоукомный. Но две-три недели вполне достаточно, чтобы реализовать второй этап операции. И там уже либо подшили, тем самым колебательные движения уменьшили, соответственно, риск раздражения целярного тела. Либо заменили, что я чаще всего и делаю. Но я не проникающую глубокую скверктомию делаю практически всегда. И будете ли вы через месяц, через два делать лазерную огонь и пунктуру в обязательном порядке? Не в обязательном. То есть по моей статистике процентов 15-20. Если линза у нас дислоцирована книзу, насколько правильно подшивать только за один опорный элемент? Неправильно. Либо подшивание надо за два? Неправильно. Надо их подшивать, потому что это будет асимметрия. Тилт, с которого мы начали, может быть. В этом плане как раз вы задали вопрос тому, кто сторонник именно за один опорный элемент. Дело в том, что при наличии стекловидного тела, при отсутствии смещения линзы вглубь, что мы имеем? У нас громадный комплекс. Вот линза и капсульная сумка. И этот комплекс, он опирается на стекловидное тело. И чтобы он туда сместился, это надо очень сильно постараться. Поэтому и смещение происходит как симптом заходящего солнца, да, постепенное. Если вовремя подшить линзу, как медальон сверху, то это хватит на всю оставшуюся жизнь. Ну, как правило, это не хватает. Нужно за вторую почту? Ну, иногда так хочется, иногда так делаешь, а через какое-то время человек приходит. И лучше хотя бы в двух точках подшивать. Всегда, даже если на операционном столе ровно стало, все равно лучше в вторую точку подшить? Ну, лучше, лучше, да. К склею или к радужке вы подошьете? К склею. Вот смысл подшивать борозду. Сколько у вас уйдет время на то, чтобы эту линзу подшить в борозду? Внутрикапсульного кольца нет. А вы что будете делать? К радужке подошли. Это 10-минутная процедура. Кстати, тоже обращайтесь к Шиловскому. Почему вы удаляете линзу? Ведь это более травматично, чем подшить та, которая имеется. Почему травматично? На разрез больше? Ну, 4 миллиметра. А вы понимаете, что вы когда линзу в капсульном мешке оставляете там, вы в капсульный мешок оставляете негодно никуда. Со всеми этими, так скажем, конструкциями внутрикапсульного мешка, фиброзами, вторичными катарактами. Там же, понимаете, осункован капсульный мешок. Там же много чего находится. Это постоянный способ, так скажем, повод раздражения. Поэтому, если все это сместилось, все это внутри, так скажем, капсульного мешка деформировалось, то это уже совершенно самая сегодня негодная конструкция. Поэтому чаще всего удаляю. Ставлю линзу РСП3, подшиваю, и проблемы капсулы исчезают навсегда. Как ее оттравматично достать? Ведь она в какой-то части связки держится. То есть, получается, он просто оттравматически... Нет, если она сместилась вниз визуально для вас, то она легко удаляется. Я вас уверяю, очень легко. Практически ничего там ее не держит. Она держит за счет того самого стеклового тела, которое осталось, ее просто прижимает. Наши ткани утреглазные — это гидрофильные ткани. Они друг к другу прилипают. Они, собственно говоря, друг к другу за счет вот этой поверхностной адгезии, соответственно, эффекта этого прилипания там держится, удаляются легко. Если у нас дислоцирован комплекс, и мы видим, что есть кольцо зоммеринга, как тогда нам подшивать, если есть? Нужно ли все избавляться от мешка и раздевать линзу, либо просто не обращать внимания на это? Я сохраняю. Как раз-таки кольцо зоммеринга не мешает. А в чем проблема? Что мы вскроем капсулу, и оттуда, может быть, какая-то воспалительная реакция начнется из-за этих остальных. Ну, это ведь не инфекционный агент там, а там собственные ткани, собственные клетки. При вымывании висколастика, при промывании все лишнее уйдет, а все останется, быстро зарастется. Нет, ну, если есть возможность пошить все в мешке, и куски оттуда хрусталика не посыпались, ну и ладно, оно там давно лежит, пускай лежит. Опять же, за радужку подшивать удобнее с кольцом зоммеринга. Разве при подшивании к радужке мы не получаем, опять же, выбивание пигмента вторичного гума? Нет, ну, к радужке мы же подшиваем не насмерть. Есть смысл таких, как гамак. Линза висит в гамаке. Ну, она же висит только, когда пациент лежит, а когда он встает, она получается... Нет, ну, когда она в гамаке и в двух местах подшита, ну, понятно, что она, наверное, какие-то там совершает движения, но она находится в мешке. То есть она своими гаптическими элементами не теребит заднюю поверхность радужки. Нет. Здесь главное не перетянуть. Я сам через это проходил и в свое время, подшивая за радужку, имел эти проблемы. Пока не услышал и не понял, что не надо очень сильно затягивать швы. То есть линза должна как в гамаке находиться на ослабленных нитях. Тогда, во-первых, не будет изменения формы зрачка. Во-вторых, не будет вот такого плотного контакта линзы с радужкой. И я сейчас, так скажем, вернулся к технике подшивания за радужку и очень доволен. Так много осложнений бывает при подшивании к склере, что я готов еще поспорить, кто здесь больше рискует. Тот, кто подшивает к склере или тот, кто подшивает к радужке. Они не перетянуты, но при этом один чуть больше затянут, а другой чуть меньше. Вот это вызовет какие-то? Я думаю, нет. Мне это удобно. Сейчас и торические линзы так подшиваем. Потому что именно вот такая методика позволяет, если мы сделали два парацинтеза в нужной оси и линзу вот так вот подшили, то понятно, что не так точно. Понятно, что это не идеальный способ коррекции такой. Но если уже торическая линза, вот она дислоцировалась, то лучше так подшить. Иногда приходится мешок удалять. Потому что она там так заворочена в мешке узлом, что ее не подошьешь. Тогда приходится удалять мешок, подшивать линзу также. Ну вот как раз Шиловский Олег Владимирович говорит, что так можно подшивать только трехчастные линзы. Нет, не обязательно. Нет, не трехчастные. То есть вы в своей практике к склере вообще не подшиваете? Подшиваем. Вот есть капсульное кольцо. С капсульным кольцом она сместилась. Вот тогда матрасный шов прямо через капсульное кольцо, значит, там в полутора-двух миллиметрах от лимба длинной иголочкой. С этой стороны у нас инсулиновый шприц, загнутая иголочка. С этой 10 нулей. Протыкаешь, снизу проходишь капсульного кольца и выводишь ее в эту иголочку, которая прошла сверху капсульного кольца. Вывел. С этой стороны наоборот. Снизу встречаешь ее инсулиновым шприцом. Вывел. И она получается, что она вот так вот висит в гамаке. На склерии затянул. Все, нет вопросов. Только шаг должен быть довольно-таки большой. Не рядом, чтобы они вот так вот две ниточки торчали, а шаг довольно-таки большой. На склерии завязал, потом узелок повернул. Там, где вы прокололи инсулиновой иглой, узелок очень туда хорошо заходит. Как часто при этом у вас бывают кровотечения, какие-то значимые витриальные полости? Не бывает. Как минимизировать? Как добиться такого результата, чтобы не было кровотечения? Ну, не бывает. Не, ну, наверное, всякое в жизни. Может быть, там попал конкретно в сосуд. Но обычно не бывает. Люди делают витроктомию. Они делают много-много дырок. Вы часто видите, что у них прям потекло? Нет. Бывает, конечно. Вероятность кровотечения, конечно, высока. И часто может это закончиться гемофтальмом, которая потребует дополнительного вмешательства. Но тут очень стараться правильно выбирать зоны. Ну, в моем случае я подшиваю с помощью кармана Хоффмана, которая не требует прохождения иглы и проколов через плоскую часть. То есть я стараюсь идти в слоях склера и выходить в сулькус целиарис даже. То есть не через плоскую часть, не через отростки целиарного тела, а непосредственно под радужкой. И тогда риск не так велик. Хотя бывает, бывает, когда приходится и промывать переднюю камеру, и, может быть, даже рассасывать из стеклоиного тела гемофтальм. Но до хирургических манипуляций на стеклоином теле в моей практике не доходило. Возвращаясь к вопросу о разрыве задней капсулы. Вы говорите, что в вашей практике редко случается, что заднюю капсулу прорвется так, чтобы мешок никак не достать линзу. Абсолютно. Ну, потому что у вас большой опыт. А вот что я вижу среди молодых хирургов, что они рвут заднюю капсулу, и линзу моноблочную просто ставят на передний рельсис? Ну, вариант плохой. Я встречал пациентов, когда заднекамерные линзы ставили в переднюю камеру. Конечно, это заканчивалось увитами, эндотелиальной дистрофией. Но были и такие случаи. Конечно, это нельзя делать. Надо думать о будущем. И если на момент операции, первых послеоперационных дней все будет неплохо, то кончится все плачевное. Будет уит, возможно, глаукома, децентрация линзы, как вы сказали. Поэтому просто так в заднюю камеру моноблочную линзу лучше не ставить. Да, это фиксация в целлярной борозде. Возможный вариант, как палочковая ручалочка. Как правило, линза, она в развернутом состоянии, в спокойном, не в сжатом состоянии. В общем, примерно соответствует размерам целлярной борозды. Это она в капсуле немножко сжата. Поэтому это смысл ее, так скажем, раскрытия капсулы в мешках. Да, вполне возможный вариант. Как показывает практика, она не стоит там центрально, все равно она смещается. Идет же касание без конца радужки. Не факт, не всегда. Есть, но клиническая целесообразность каких-то таких проблем, она не всегда. Я согласен, что бывают такие случаи, но они бывают и при внутрикапсуле фиксации. И другой. Поэтому, как вариант, если хирург не может пациенту поставить, например, капсулу урексис, ущемить, в силу того, что капсулу урексис не сохранился, или большой, то можно поставить и так. Но это уже, извините меня, не от хорошей жизни. Это вариант выхода из сложной ситуации, вполне достойный вариант. Таких пациентов бывает, и они много лет видят хорошо. И проблем у каждого второго я не замечал. Ну вот что Вы сделаете, если у Вас порвется задний капсулу урексиса, а у Вас S-образные моноблочные линзы? Монофокальные, давайте возьмем вариант. Я, конечно, подошью к склере, зафиксировав линзу максимально близко к краю опорных элементов, чтобы ее равномерно растянуть. А кто тут говорит, что эта линза вообще не предназначена для подшивания к склере или не надо подшивать к склере? Нет, эта линза не предназначена для подшивания крадушки теоретически. Но на практике, при современной технике, вполне это делается без проблем. А ущемление в оптике будете ли Вы рассматривать такой вариант? Ущемление оптики в переднем рексисе? При наличии переднего рексиса нормального по размеру и при интактном переднем рексисе, конечно, я ущемлю. Вот просто Кирилл Борисович Першин говорит, что эти линзы не предназначены для ущемления в оптике в рексисе, потому что она будет касаться радужки и будет вдаваться пигмент все равно. Если что, только можно трехчастные линзы ущемлять. Теоретически он прав, но скорее я ущемлю в переднем рексисе, чем буду подшивать. Потому что риск депигментации радужки не столь велик. И риск каких-то увиальных проблем из-за контакта оптики линзы не столь велик. Тем более, что там задняя капсула отсутствует. Нет поддавливания со стороны задней капсулы, не будет фиброзирования, которое может также приводить к смещению линзы к радужке. Я думаю, что вполне можно и в переднем рексисе ущемлять. А вот эта оптика ущемления, она все-таки в большей степени подразумевает, что мы гаптики оставляем на оптику погружения? Нет, наоборот, ни в коем случае. Вот если над, конечно, тогда опорные элементы будут конкретно упираться в радужку и будут большие проблемы. То есть если у вас во время трактальной хирургии рвется задняя капсула, то вы подошьете к радужке? Нет, если задняя капсула рвется, а передний рексис нормальный, трехчастную линзу к борозду лучше в ряд. А если капсула в мешок поставить невозможно, то моя палочка-вручалочка РСП-3. Пришиваю, поставлю все. А если пациент там хотел мультифокальную, аторическую? Ну, что сделать? Все, ставите ему мультифокальную трехчастную. Да, меньше проблем будет. Лучше потом пациенту объяснить, что у вас единица зрения вдаль, а для близи, но если вы уж очень захотите, мы в добавочную линзу сейчас поставим, мультифокальную, или еще что-то. Соперируем другой глаз, и вы двумя глазами посмотрите, есть ли вас это устроит. Ну, пациенту я объясняю, что так и так, к сожалению, это хирургия. В хирургии может быть разное обстоятельство. Мы должны вам зрение максимально улучшить, но, так скажем, в сложившейся ситуации можно сделать так. Ну, пациенту надо просто объяснять. Да, бывают пациенты, которые реагируют на это бурно, бывают пациенты, которые с пониманием реагируют. Ну, это хирургия, это тяжелый хлеб. С мультифокальной линзой, конечно, очень такой провокационный вопрос у вас, потому что там наверняка будут и оптические какие-то проблемы, потому что сохранить дистанцию линзы от задней поверхности радужки, хорошо центрировать ее очень сложно. Ну, тем не менее, ну, в принципе, те же самые методы фиксации будут. То есть вы не откажетесь от нее во время операции? Ну, все зависит от того, что у пациента со вторым глазом, планируется ли операция, насколько пациент мотивирован, насколько мы гарантировали ему высокое зрение, насколько мы его предупреждали о возможных последствиях. И, конечно, нежелательно. При осложненных случаях я вообще очень осторожен при имплантации премиум линз только по четким показаниям при отсутствии противопоказаний. Вот. Поэтому, конечно, стараюсь в идеальных случаях только ставить. То есть повреждение мешка – это не противопоказание кому-то? Не противопоказание. То есть вторическую линзу подшить к радужке – вы говорите, хорошие результаты? Ну, это если уже она там стоит. А планировать вот так, чтобы подшить, ну, зачем? Большой астигматизм, очень, какой-то там четыре диоптеря астигматизма. Ну, и вы так подошлёте, что она… Вот большой астигматизм, тилт небольшой, и он такую призму даст, что никакой вас астигматизм не спасёт. Ну, будем заниматься астигматизмом потом. Бывают случаи, да, планировали, всё, но у нас, во-первых, и пациенты все подписывают, информируют, что окончательное решение о типе имплантируемой линзы хирург принимает за столом. И он сам, ну да, ну что сделаешь. Планировали так, но не получилось. Торическую линзу всё-таки постараться фиксировать или в Рексисе, несмотря на то, что будет, возможно, контакт с задней поверхностью радужки. Но, тем не менее, к склере вряд ли я буду подшивать. Ну, и отказываться от него тоже не будете? Ну, если есть, как её зафиксировать, то не будет. А если будет дислоцирована мультифокальная линза? Сейчас вот таких пациентов много, скоро они вам придут с дислокациями, как в этом случае? Подшиваем. К радужке? К радужке. Как потом мы же получим минус пациента, он не будет доволен этой мультифокальной линзе? Нет, ну, во-первых, он же уже пришёл недовольный, потому что линза дислоцировалась. Ну, надо подшить, посмотреть на результат, а там уже решать. Иногда получается, что вообще всё хорошо. Если у нас дислоцировалась мультифокальная линза, что же удалять мультифокальную линзу и ставить РСП-3? Ну, а почему нет? Жалко. Дорогая линза. Ну, во-первых, она у нас смещается, она у нас не просто так. Это происходят годы, это раз. У пациента возникают какие-то другие проблемы. Она же не просто так возникает. Был удар, например, была травма. Тут вопрос такой, сохранить то зрение. Ну, что делать? Вопрос не в цене. Вопрос в максимальных возможностях качества того, что есть. Я понимаю, куда вы клоните. Каждый хирург будет рассказывать свою историю и каждый свой опыт. Я могу гарантировать, что, поставив эту линзу, я избавлю от большинства проблем этого пациента. И да, он, например, оденет очки для чтения, а я задаю вопрос, ну и что? И что? Качество зрения не определяется только избавлением от очков для чтения. Так ведь? Мы просто зациклены на это. Мы просто зациклены. Нас маркетинг в этом смысле где-то практически вот так вот за горло взял. Люди, очнитесь. Вы рассказывали в семнадцатом году про клинический случай, когда вы имплантировали трехчастную линзу в склеру. И у вас, я так поняла, наверное, тилт был, но у вас происходил стойкий захват оптики зрачком. Да. Обычно в детской практике захват оптики зрачком бывает у детей чаще. Это связано с тем, что как бы имеется тилт? Ну, наверное, да. Какой-то и тилт, и там линзочка не так стоит, как надо. И вы сказали, что в этом случае вы наложили матрасный шов. Да. Можете рассказать технически? Ну, такой же, как я сейчас рассказал. Только над линзой. То есть вы с двух сторон этой иголочкой прямой входите, отсюда инсулиновый ловите, выводите, возвращаете на оптике. Как там, когда вы линзу подшиваете? Под кольцом, здесь над кольцом. А здесь просто на оптике. Затягиваю, и вы эту линзу отдавливаете. То есть гипотетически мы можем это использовать, если у нас после подшивания имеется значимый тилт, и нам проще было бы еще один доброт. Ну, как вариант. Захват оптики же когда происходит? Вот она линза стоит-стоит, у ребенка распахнулся зрачок широко, больше чем 6 мм, больше чем линза. Потом сужается и подхватывает ее. У пожилых людей редко бывает, чтоб так вот зрачки расширялись. Но если так случилось, то да, ее можно выравнивать. Ну, нет, бывает, что не захватывает, но какой-то значимый астигматизм из-за этого тилта. Ну, кто знает, из-за чего астигматизм опять. А если мы видим в шьевой лампе, мы видим, что у нас... Ну, значит, можно ее, да, стабилизировать таким образом. То есть, получается, вы же этот шов натягиваете довольно сильно, он же не должен провисать, да, чтобы эту линзу держать? Нет, это да. Но со временем, может, эти швы ослабевают и провисают? Ну, значит, этого времени достаточно. То есть, это все-таки это короткий срок методика? Да нет, она держится еще короткий срок. Вам надо решить проблему сейчас. А провисим же швы? Ну, не провисает. А вам таких у вас пациентов? Ну, они же не как катаракты. Ну, может, какая-то группа у вас слабая? Ну, конечно, немного. Нет. Ну, прям, чтобы там группа одинаковых. Всегда какие-то индивидуальные случаи, которые... Вот есть такая методика, которая может решить проблему. Вот эта методика, она из детской хирургии пришла.